война на уничтожение сегодня 4 октября а вы на канале андрея ларионова хотел бы предложить вашему вниманию 20 тезисов о идущий сейчас ирано-израильской войне в начале несколько комментариев по поводу иранской ракетной атаки а затем более общие наблюдения замечания и выводы в целом об этой войне итак первый тезис иранская ракетная атака на израиль 1 октября судя по всему иран запустил порядка 200 баллистических ракет по израилю из них 181 ракета долетела до территории или воздушного пространства израиля целями воздушного налета были штаб-квартира массад а также военно-воздушные базы в тельтофе к цереме и неватиме в него не ватиме зафиксированы не менее 32 ударов этими ракетами каковы результаты этого налета 7 погибших один иммигрант из газа оказавшийся в иерихоне на территориях араб 1 погибший в иордании и 5 погибших при взрыве при старте ракеты в иране и того 7 погибших все мусульмане в израиле погибших нет есть разрушения судя по всему незначительные нанесены повреждения административным помещением на нескольких военно-воздушных базах поражений самолетов и серьезных военных объектов нет правда буквально накануне этого налета два террориста вышедшие из трамвая в яфе совершили нападение на изра на израильтян убили 7 человек и восьмой человек житель грузии скончался несколькими часами позже 16 человек было ранено получается что 181 баллистическая ракета не убила ни одного человека на территории израиля но убила 7 человек в других местах а два террориста оказавшиеся на территории израиля убили восьмерых вот есть над чем подумать о современных средствах асимметричной войны второй вывод какой приходится делать это вывод о значении ракетного оружия в настоящее время несмотря на кажущейся невысокую эффективность этого ракетного удара мы знаем что эти ракетные удары наносились последнее время наносится сейчас и точно будут наноситься по территории израиля из газы ливана йемена ирана ответные удары идут естественно израиля по территории ливана сирии и самого ирана наиболее заметными это удары конечно по штаб-квартире хизбаллы в берути или по еминскому порту худейда трудно представить себя более наглядный урок значимости и ракетного оружия и противоракетной обороны для украины той самой украины совсем недавно обладавший мощнейшей научной базы по созданию и производственными ресурсами по выпуску самых разнообразных ракет утрата этой школы и этой базы огромной кровью отзывается и среди украинских военных и среди украинских гражданских есть опять-таки возможность вспомнить классическую работу генералов залужного и забродского об имеющемся в настоящее время реальном центре тяжести российско-украинской войны это наличие или отсутствие украины дальнобойных ракет мы также должны помнить о тех просьбах жалобах запросах путина в адрес соединенных штатов и всего запада относительно того чтобы не давать украине дальнобойных ракет чтобы не размещать их на территории украины чтобы не разрешать украине пользоваться этими дальнобойными ракетами по военным для ударов по военным объектам на территории россии мы должны помнить то обещание какое байден дал в телефонном разговоре с путиным 30 декабря 2021 года когда он пообещал путину не предоставлять украине дальнобойных ракет что собственно и просил путин мы понимаем что очевидно именно это обещание байдена наряду с рядом других действий и байдена его администрации сыграла роль зеленого света позитивной отмашки для путина по осуществлению его ширкомасштабной агрессии против украины менее чем через два месяца важнейший вывод для украины без собственного производства дальнобойных ракет способных покрывать большую часть территории агрессора остановить его вторжение прекратить его и освободить оккупированной территории украина от агрессора будет исключительно трудно едва ли возможно третий вывод предупреждение ирана особо пикантность нынешней истории придает тот факт что иран заранее предупредил и соединенные штаты и россию о своих ударах по израилю некоторые обозреватели даже замечают что иран возможно поделился целями своих ударов соединенными штатами или с россией таким образом теперь не только в отношении российско-украинской войны но и по крайней мере для какой-то части ирана израильской войны начинает действовать правило которого кажется до недавнего времени не было не существовало появление нового класса войн согласованных войн войн сопровождающихся информированием сторон предупреждением указанием цели подготовки эвакуации и так далее явление которого раньше не было четвертый вывод ответ израиля он неизбежен об этом естественно говорят все об этом заявили израильские власти каким этот удар этот ответ может быть сейчас широко обсуждаются цели возможные цели по которым израильтяне могут нанести удары среди них совершенно очевидные такие цели как командные центры в иране объекты связанные с производством ядерного оружия и на ракетные комплексы энергетическая инфраструктура нефтяные терминалы на острове харк кинганский газовый завод порт бендер абас все это важно но для того чтобы понять и смысл и конечную цель этой войны необходимо понимать природу этой войны для того чтобы понимать какие удары могут быть нанесены когда по каким целям и тут мы подходим к серии важнейших выводов касающихся природы этой войны и так это не 3 ливанская война не 5 газанская не 4 сирийская это вообще война не против арабов это первая война израиля против персов а чтобы быть точнее против иранского режима аятул надо отдавать себе отчет том что со стороны ирана начавшего эту войну это тотальная война на уничтожение израиля на полное уничтожение израиля и его населения это не обмен ударами это жесткая жесткая идеологически мотивированная война на уничтожение всего израильского населения по результатам этой войны одного из участников этой войны не будет либо государства израиль либо иранского режима аятул промежуточного варианта не будет шестой тезис когда началась подготовка к этой войне иранский режим аятул начал подготовку к этой войне еще в 1979 году вскоре после победы так называемой исламской революции тогда была провозглашена цель тотальная аннигиляция израиля его населения для этого иран создал новые вооруженные силы запустил ракетную программу запустил ядерную программу создал мощные международную сеть прокси доверенных лиц групп отрядов частей армии для нападения на израиль с разных сторон особую роль подготовки ирана к тотальной войне против израиля по уничтожению этого государства играет ядерная программа в этой ядерной программе много разных историй она заслуживает отдельного большого разговора но сейчас я хотел бы остановиться на одном пункте это седьмой тезис отношение разных администраций сша ядерной программе ирана пожалуй самую важную часть со стороны соединенных штатов америки играли переговоры какие проводили с ираном представители администрации обамы цель заключалась заключалась в том чтобы позволить иранскому режиму проводить работы по обогащению урана в ходе шести раундов этих переговоров в 2015 году была достигнута сделка позволившей ирану продолжать эти работы с американской стороны главными переговорщиками в ходе этих переговоров были близкий друг и приятель сергея лаврова министр иностранных дел россии бывший госсекретарь тогда джон керри это тот самый керри который буквально на днях заявил о том что главной проблемой для него и его партии демократической партии сейчас является существование первой поправки конституции сша гарантирующей свободу слова и призывающей ее отменить и установить тотальную цензуру в команду переговорщиков со стороны сша тогда входили тогдашние сотрудники государственного департамента а ныне сегодня нынешний директор центрального разведывательного управления билл бёрнс нынешний советник по национальной безопасности президента байдена джейк салливан нынешний советник по национальной безопасности вице-президента харрис фил гордон достижение этой сделки считает великим достижением и обама и байден и харрис ну естественно и все участники этих переговоров добившиеся заключение этой сделки пришедший на смену обаме президент трамп в 2018 году объявил о выходе соединенных штатов из этой сделки более того он ввел дополнительные санкции против ирана предшедшая в 2021 году администрация байдена возобновила переговоры и сняла значительную часть санкций введенных администрации трампа в результате иран получил как минимум 10 миллиардов долларов из размороженных средств а по словам кандидата вице-президента сша джейди венса сказанными им во время недавних дебатов полученная сумма составляет порядка 100 миллиардов долларов видимо венс учитывает все средства полученные не только в течение каденции байдена и видимо и в течение каденции байдена и обамы восьмое каков результат политики байдена в отношении иранского режима снятия байдена санкций с ирана привело к ожидаемому предсказуемому результату в 2020 году последнем году каденции трампа воловой внутренний продукт ирана составлял 196 миллиардов долларов в нынешнем двадцать четвертом году четыре года спустя ввп ирана ожидается на уровне 464 миллиардов долларов то есть это означает рост в два в 2,4 раза рекордный рост ввп соответственно рекордный рост финансовых экономических и военных возможностей иранского режима это то самое о чем столько раз говорил трамп трамп будучи президентом соединенных штатов америки душил иран экономически и тем самым ограничивал военные возможности иранского режима байден накачал иран финансовым жиром который террористический режим это использует для разработки и производства оружия разного оружия включая ядерное оружие и для подпитки проиранских подразделений на всем ближнем востоке нацеленных на уничтожение израиля девятый тезис а когда была начата ирана израильская война она была начата не 1 октября это можно сказать вторая фаза непосредственно рано израильской войны она не была начата и 14 апреля этого года когда иран совершил первую ракетную атаку на территорию израиля этом у нас был посвящен специальный видеоролик на этом канале война была начата 7 октября 2023 года почти год тому назад атакой хамаса на территорию израиля и газа стала первым фронтом этой большой иран израильской войны на следующий день 8 октября 23 года иран открыл второй фронт против израиля направив на израиль части хизбаллы еще несколькими днями спустя 19 октября 23 года иран подключил к этим ударам хуситов и они ракетными атаками по израилю и по судоходству в красном море открыли третий фронт против израиля и запада боевые действия также развернулись пусть не в таком масштабе на сирийском фронте иракском фронте на так называемых территориях иудеи и самаре на территории самого израиля как например вот та самая террористическая атака на граждан израиля 1 октября таким образом до 14 апреля этого года было 7 фронтов 14 апреля к этому добавился 8 фронт большой ирано-израильской войны войны нацелены на уничтожение израиля 10 тезис региональный разрез войны но собственно перечисление всех этих иранских подразделений прокси и дает нам список тех 7 а теперь уже 8 фронтов большой иран израильской войны газа иудеи самаре непосредственно израиль хизбалла в ливане хуситы в йемене режим асада в сирии шиитской милиции в ираке и непосредственно сам иран 11 тезис почему иран начал свою войну на уничтожение израиля не раньше и не позже а именно 7 октября 23 года он готовил ее почти 45 лет почему этого не произошло раньше почему не отложил это начало на более поздний срок пока мы не можем сказать что мы знаем все но объявление большой войны глобального юга так называемого глобального юга против западной цивилизации было провозглашено неким владимиром путиным 5 октября 23 года на заседании клуба валдай всего лишь за 36 часов до начала первых залпов большой ирана-израиль войны и атаки хамаса на территорию израиль как известно накануне 7 октября военные делегации из россии посещали и тегера и берут чвк вагнер принимал участие в подготовке боевиков хамаса российский разведывательный спутник изменил свою орбиту за две недели до 7 октября сейчас во время военных действий в южном ливане израильтяне обнаруживает российское военное снаряжение у боевиков хазбаллы израильская авиация только что разбомбила склад вооружения то ли на самой российской базе хмимим в латаке в сире то ли рядом с этой базой на ней находились только что доставлено из ирана иранские ракеты для обстрела с территории ливана территории израиля все это вместе позволяет предположить что иран готовивший свою тотальную войну против израиля почти 45 лет в конце концов решился на атаку только тогда когда получил понимание согласие или прямую отмашку из кремля двенадцатый тезис ответ израиля естественно ответ израиля будет он неизбежен как ким может быть каким должен быть каким ожидается этот ответ перед израилем стоит не совсем простая задача учитывая все территории дистанции размещение и самое главное смертельную опасность какую для израиля представляет иранский режим поэтому ответ израиля не будет просто обменом ударами и такого рода ответ не будет нацелен на получение громкого просто громкого эффекта целью и первого удара и последующих ударов и целью всей войны станет уничтожение режима аятол причем для израиля очевидно надо будет это сделать таким образом чтобы не антагонизировать население ирана по крайней мере значительную часть его с тем чтобы не вызвать развитие шиитско-сунитского военного противостояния и возможно попытаться избежать взрыва этнических проблем в самом Иране конечно идеальным вариантом было бы хирургическое изъятие режима аятол из Ирана создание нового режима появление новой власти новой власти которая бы смогла восстановить традиционные для персов и евреев исторические если не союзнические то дружеские отношения между двумя народами существовавшие почти две с половиной тысячи более чем две с половиной тысячи лет однако ключевой фактор в определении времени нанесения ударов по Ирану и развертывание полномасштабной наступательной операции страны Израиля это президентские выборы в Соединенных Штатах Америки если в Израиле оценка будет таковой что эти израильские удары могут повлиять на результаты выборов 5 ноября в пользу Харис то весьма вероятно что такие удары будут отложены до после 5 ноября мы знаем что госпожа Харис является очень упрямой антиизраильской политической фигурой а ее вице-президент является не скрывающим своих намерений и позиций антисемитом поэтому если случится что анализ покажет что израильский удар не повлияет на результаты выборов то возможно он произойдет и до 5 ноября тринадцатый тезис каков возможный ответ Ирана кроме сугубо военных действий Иран может предпринять три стратегических ответа первый и самый главный попытаться вовлечь Соединенные Штаты Америки как нынешнюю администрацию так и в том случае если в ней в Соединенных Штатах появится другая администрация в этот конфликт на своей стороне с тем чтобы использовать Соединенные Штаты для оказания давления на Израиль по осуществлению так называемого перемирия Иран может попытаться шантажировать Соединенные Штаты возможными ударами по энергетической инфраструктуре арабских суннитских государств в районе Персидского залива и тем самым провоцированием серьезного энергетического кризиса второе Иран может попытаться сплотить жителей Ирана вокруг режима путем атак не только нефтяных газовых энергетических объектов но и спровоцировать войну против суннитских государств тем чтобы эта война воспринималась как религиозная шиитско-суннитская в этом случае арабские государства которые в настоящее время либо придерживаются нейтралитета и неучастия в этой войне могут оказаться в тяжелом положении и наконец третье направление действий со стороны иранского режима может быть провоцирование этнических конфликтов на территории самого Ирана с целью создания у жителей Ирана впечатления что для того чтобы избежать кровопролитной внутренней гражданской войны этнического характера лучше всего сплотиться вокруг самого режима 14 тезис последствия этой войны для Украины мне уже приходилось полгода тому назад говорить о том что с началом Ирана израильской войны Украина в принципе получает первого настоящего союзника в конвенциональной войне против российского агрессора причем исключительно важного сильного мощного умного энергичного приобретение такого союзника Украиной может привести к трем возможным сценариям первый минимальный отвлечение ресурсов Ирана на войну с Израилем и соответственно уменьшение давления с точки зрения получения ракет дронов и других ресурсов со стороны Ирана второе как следующий уровень развития формирование общего фронта жертв агрессии со стороны стран агрессивной оси то есть со стороны России Ирана Северной Кореи Белоруссии формировалась бы коалиция Украины Израиля как минимум до появления новых фронтов этой большой глобальной войны как максимум формирование такого альянса могло бы привести к достижению общей цели уничтожения соответствующих режимов как в Иране так и у другого агрессора Украине сегодня очень не хватает настоящего союзника на поле боя Израиль представляет собой идеального кандидата на такого настоящего союзника причем в нынешней ситуации не менее а возможно более даже полезного и точно не менее эффективного чем Соединенные Штаты пятнадцатый тезис а какова реальная политика властей Украины по отношению к Израилю ответ разочаровывающий власти Украины последовательно проводят антиизраильскую политику то есть уничтожая возможность формирования альянса между двумя жертвами таких агрессий власти Украины регулярно голосуют чуть ли не за все антиизраильские резолюции ООН украинские власти требуют создания так называемого палестинского государства этого ударного инструмента для антиизраильских террористов и их удобного убежища после террористических атак на последней сессии генеральной ассамблеи ООН во время выступления премьер-министра Израиля Бенемина Нитаньяху очевидно самого выдающегося государственного деятеля мира последних 15 лет украинская делегация покинула зал почему указанию почему безумному указанию они это сделали антиизраильская позиция властей Украины является не только позорной но и свидетельством чудовищной некомпетентности и внешней политики и оборонной политики и общей политики Украины по противодействию агрессии и агрессии индивидуальной против Украины и коалиции агрессоров против жертв агрессии 16 тезис слабость США и начало и продолжение рано-израильской войны продемонстрировали чудовищную слабость нынешних Соединенных Штатов понимание того что такое сильные США и насколько они необходимы миру приходят именно тогда когда штаты слабеют и перестают выполнять функции международного полицейского именно тогда начинается безжалостная война всяческих бандитов всех мастей против мирных граждан против мирных государств жертвами которых становятся и слабые и беспомощные и беззащитные 17 тезис роль Байдена и его администрации она уникальна с точки зрения развязывания новых войн и производства новых военных катастроф мы это видели регулярно в течение всех четырех лет байденской конденции позорнейший вывод американских войск из афганистана в августе 21 года зеленый свет вторжению путинских войск в украину феврале 22 года затянувшаяся эта агрессия из-за отказа байдена поставлять необходимое оружие для защиты украины блокирование в течение многих месяцев байденом и его администрации и оказание колоссальной экономической помощи путинскому режиму суммарно более полутриллиона долларов дополнительных доходов для путинского бюджета для проведения войны против украины кроме того то что произошло во время каденции байдена в африке это серия военных переворотов в мали гвинеи буркина фасо нигере геноцидов судане нигерии все это происходило при полном попустительстве при полном разрешении администрации байдена осуществление этих действий которые проводятся под флагом борьбы с западом во многих случаях с непосредственным участием российских подразделений чвк вагнер и другой помощи со стороны путинского режима конечно же отдельное место занимает начало глобальной большой иранно-израильской войны 7 октября 23 года на всех фронтах сюда же относятся и вторжение на южной границе соединенных штатов америки 18 тезис администрация байдена продемонстрировала не только свою невероятную слабость но и свою еще чудовищную некомпетентность в начале 21 года когда директор Циру Бернс заступал на свой пост он обнародовал приоритеты работы своего ведомства американской разведки на предстоявшие тогда 4 года затем он неоднократно повторял список этих приоритетов в ряде своих публичных выступлений ни разу за все это время им не было названо ни одной проблемы какая реально случилось за эти 4 года ни Афганистан ни Украина ни Африка ни Ближний Восток нельзя также не вспомнить знаменитый позор Джейка Салливана помощника по национальной безопасности Байдена который ровно за неделю до 7 октября 23 года опубликовал статью в журнале Foreign Affairs в которой заявил что Ближний Восток переживает самое спокойное время за последние десятилетия прошла неделя и наступила 7 октября но эти ребята не пропустили своего шанса на позор даже сейчас можно конечно смеяться можно плакать но это невозможно было представить ни в каком голливудском сценарии за 5 часов до иранской ракетной атаки на Израиль 1 октября утром 5 октября госсекретарь администрации Байдена Блинкен в том же самом журнале Foreign Affairs опубликовал свою статью в которой перевернув ситуацию с ног на голову после идущий целый год войны начатой Ираном призвал к обоюдному взаимному соблюдению обязательств со стороны Ирана и Соединенных Штатов Америки 19 тезис роль администрации Трампа за четыре года в администрации Трампа Соединенные Штаты завершили свое участие в войне против ИГИЛ и затем не были вовлечены ни в один военный конфликт в мире происходили некоторые военные конфликты но видно что их было гораздо меньше и человеческие потери в течение этих четырех лет были существенно меньше по сравнению с тем что было до Трампа и после Трампа число терактов в Израиле упало число погибших от этих терактов также снизилось число украинцев погибавших на линии соприкосновения в Донбассе упало в 16 раз это все происходило во время каденции Трампа двадцатый тезис роль предшественника администрации Трампа администрации Обамы за этот период произошло согласно международному списку пятьдесят три военных конфликта это вспышка военной активности которой не было очень долгое время которых не было накануне невозможно перечислить все эти случаи я назову лишь некоторые действия Боко Харам террористической организации в Нигерии война в Кот-де-Вуаре шрицкое восстание в Бахриине ливийская война сирийская война иракская война война в Мали в Цар в Мозамбике в Конго в Уганде в Чаде в Судане в Южном Судане боевые действия в Малайзии на Филиппинах геноцид Рахинджа в Мьянме оккупация российскими войсками украинского Крыма война в Донбассе начало войны против исламского государства Йеменская гражданская война захват хуситами власти в Йемене вторжение мигрантов в Европу запуск межрасовой войны в США в 2013 году благодаря действиям господина обамы все это происходило тогда когда у руля мировой полицейские машины современного мира находились Обама Байден Харрис Бернс Салливан Гордон как мы все знаем всего лишь месяц нас отделяет от того дня когда эта же команда та же самая команда может может получить а точнее присводить себе мандат для продолжения поджигания нашего общего дома на следующие четыре года как минимум на следующие четыре года если их не остановить не дать им этой возможности и попытаться перевести мир к более мирному состоянию но это возможно только если их не будет у руля главной мировой полицейской машины всего вам доброго